Дополнительные доходы и важные статьи расходов. Резюме июньской сессии. Актуальное интервью. Как поддерживают людей на селе. Он строить и жить помогает. Социальный контракт. Насколько эффективен инструмент в вопросах трудоустройства. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. В нюансы законодательной жизни вместе с вами сегодня погружаюсь я, Алексей Приминин. Всех приветствую. И вот о чем поговорим вначале. Муниципальные дорожные фонды получат больше денег. Результаты капремонта домов будут проверяться строже. А работу так называемых наливаек вновь попытаются ограничить. Эти и другие решения приняты областными депутатами. Основные выводы в первом сюжете программы. Один из главных вопросов сессии – двукратное увеличение норматива по отчислению транспортного налога, который платит физлица. Теперь 50% средств пойдет в бюджет районов, а 80% – в казну муниципальных и городских округов. Поддержали предложение губернатора с 2023 года, с начала года. Часть транспортного налога, который сегодня направляет столько целевым образом на ремонты дорожной сети, больше предоставить возможности муниципальным образованием. В два раза мы увеличили те позиции, которые будут оставаться непосредственно в муниципалитете. Если переходить от процентов непосредственно к рублям, то мы предполагаем, что в ходе этого решения дополнительно 400 миллионов получат еще и муниципальное образование на решение такой важнейшей проблемы, как ремонт дорог. Также с 1 января 2023 года планируется увеличить отчисления от НДФЛ иностранных работников – 35% от консолидированного дохода в казну муниципальных районов и 36,5% для городских и муниципальных округов. Это увеличит ежегодные доходы бюджетов на 10 миллионов рублей. Кстати, о доходах. В минувшем году областная казна приросла на 35% по сравнению с уровнем 2020 года. Кроме того… Существенное снижение дефицита бюджета на 11 миллиардов рублей, а также снижение государственного долга к уровню собственных доходов. На начало этого года государственный долг составлял 42 миллиарда рублей, но по структуре доходов более 65% – это дешевые бюджетные кредиты. Выросли доходы в бюджете этого года на 1,3 миллиарда рублей. 90 миллионов пойдет на субсидирование авиа и ЖД-перевозок, 50 на капремонт школ. Господдержку в размере 100 миллионов рублей получат сельхозпроизводители. Из этих средств по государственной программе развития сельского хозяйства, из этих денег 85 миллионов рублей будут направлены на товарное молоко, на дотации на товарное молоко, на килограмм проданного молока. И 15 миллионов рублей они будут направлены на покупку техники. Изменения в системе капремонта, точнее, в механизме принятия работы по итогу. Ранее согласование всех выполненных обновлений с муниципальными властями и жителями носило, по сути, факультативный характер. А акт приемки было подписывать необязательно. Сейчас будет не согласование, а именно подписание. Поэтому это очень важно. Уже определенная ответственность и уже муниципальное образование, потому что они обязаны уже прежде чем подписать, соответственно, проверить и посмотреть. И в то же время сами собственники будут подписывать акт приемки. Ужесточить предложенные работы так называемых наливая к расположенных в многоквартирных домах. Ранее реализовывать крепкие напитки могли только предприятия общепита на площади зала обслуживания не менее 50 квадратов. Теперь не меньше 70. Я хочу сказать, что в некоторых субъектах северо-запада есть более серьезные ограничения. Например, в Вологодской области у них принят законопроект, где площадь зала установлена 80 квадратных метров. В Ненецком автономном округе 75 квадратных метров. В Коми тоже 75 квадратных метров. Мы пока приняли решение ограничиться 70 квадратными метрами и посмотреть, как этот закон будет реализован. В центре внимания вопрос развития детско-юношеского спорта. По поручению президента к 2030 году в стране 90% детей от 3 до 18 лет должны иметь полный доступ ко всем возможностям для занятий физкультурой. Но есть проблемы с развитием инфраструктуры, особенно спортшкол. Решать нужно и вопрос с сопровождением успешных ребят, начиная с самого раннего возраста. Сегодня задача все-таки сделать единое спортивное пространство. Как говорится в поговорке, из тысячи рождается 10 лучших, из десятки лучших один чемпион. Поэтому наша задача в Архангельской области стать такую систему. Где бы ребенок ни был, в учреждении дополнительного образования, в школе, в спортивной школе, затем, будучи студентом в университете, должна быть единая система. В формате правительственного часа обсудили работу спасательных формирований. Главная тема – увеличение оплаты труда областных специалистов. Мы считаем, что минимум нужно доводить до средней поэкономики, так как и у пожарных до 2024 года. Кроме того, развитие материально-технической базы, оснащение спасательных формирований. Ну и важно, наверное, это и строительство новой базы службы спасения имени Поливанова в Майской горке. Сейчас идет корректировка проекта документации, деньги в областном бюджете заложены. В первом чтении принят законопроект, по которому при определении статуса малоимущего и предоставлении жилья по соцнайму, теперь не будут учитываться ежемесячные компенсационные выплаты. Например, неработающим трудоспособным северянам, которые ухаживают за инвалидами или престарелыми людьми. Получая подобные выплаты, северяне, которые нуждались в жилье, теряли статус малоимущих. Это очень важное исключение. Так на сегодняшний момент ежемесячная выплата, например, для неработающих, способных граждан, ухаживающих за детьми-инвалидами, и инвалидами с детьми составляет 10 тысяч рублей, а среднедушевой доход порядка 39 тысяч в Архангельской области. На сессии также заслушан отчет о состоянии сферы культуры в регионе. Основной акцент на участии в федеральных программах и конкурсах. Область получила на 22-й год, но это ведь было сделано в году прошлом, серьезные деньги на ремонты муниципальных учреждений культуры, в том числе муниципальных музеев. И мы с интересом ждем результатов этой работы. К дискуссиям и разбору актуальных проблем с поиском решений депутаты вернутся осенью. Впереди работа в избирательных округах и встречи с населением. И так, как видим, принятых решений на сессии было немало. Но хочется подробнее остановиться на теме аграрьев, тем более есть о чем поговорить. К диалогу я пригласил депутата Ларису Сергееву. Лариса Сергеева. Председатель комитета по сельскому хозяйству и рыболовству. Тема ей близка как никому. Еще в конце 90-х работала управляющей персоналом в коммерческих организациях сферы торговли и сельского хозяйства. Затем возглавила предприятие «Контакт», которое уже более 20 лет обеспечивает стабильные поставки продуктов переработки злаковых культур в северо-западный регион. В 2013 году впервые избрана депутатом областного собрания. Тогда же вошла в состав комитета по аграрной политике, рыболовству и торговле. 9 сентября 2018 года избрана в региональный парламент 7-го созыва. Член фракции ЛДПР. Лариса Петровна, добрый день. Прошедшие весенние полевые работы были непростыми для тружеников села, учитывая ситуацию с санкциями и увеличение цен на составляющие. Как в целом завершилась кампания и какого урожая нам ждать? В условиях санкции подготовка к посевной началась без боев. В этом оказала большую поддержку аграриям, своевременная поддержка их финансовая в рамках государственной программы по развитию сельского хозяйства. Благодаря работе совместной с Министерством ВПК, своевременно были выделены деньги, которые были получены аграриями в виде авансов. И они смогли их потратить на закупку ГСМ, на закупку семян, на приобретение запчастей. И поэтому кампания началась и стартовала хорошо. На сегодняшний день, на 20 июня у меня данные, что примерно 75% от запланированных площадей засеяно. В частности, посажен картофель больше плана уже, то есть это выполнение примерно 102%. На площади 1440 гектар засажен картофель, что составляет 102%. Также практически полностью выполнен план по кормовым культурам, это 8000 гектар засеяно. Немного отстаем по овощам открытого грунта, 62 гектара посажено, это где-то 65% от запланированного. И немножко отстаем по зерновым, 550 гектар, что тоже порядка 65%. В целом, ожидается урожай, вообще в нашей стране ожидается рекордный урожай по зерновым, по кормовым культурам. Я надеюсь, что в области также будет хороший урожай. Задержка кампании на две недели вот сейчас, посевной, в связи с тем, что неустойчивая погода, только из-за этого. Так, хозяйство все готово. Поэтому мы ожидаем, что вообще ожидаем рекордный урожай картошки в этом году в Архангельской области, примерно на 10-15% больше. И мы планируем собрать где-то примерно 23 тысячи тонн картофеля. И по кормовым культурам также обещают быть хороший урожай. Это важно в свете того, что сейчас довольно непростое время. И кормовая база, да, заготовительная кампания, будущее, очень важно, ну вот вообще этот момент в плане сегодняшнего дня. То есть важно к нему подготовиться и хорошо провести уборочную. Ну это обнадеживающе. В различных отраслях экономики возникли проблемы с заменой зарубежной техники, деталей на отечественные аналоги. В сельском хозяйстве эта проблема ощущается? Да, безусловно, ощущается, как и везде. По понятным причинам у нас техника, поставщики и зарубежные остановили поставки техники. А поставки запчастей, да, даже если мы учитываем импорт, параллельный импорт, запчасти подорожали примерно от 70 до 100%, несмотря на низкий курс доллара. Вот, поэтому, конечно, ощущается, поэтому аграрии на сегодняшний день пытаются этот момент решать тем, что мы налаживаем импортозамещение. И сейчас они заключают договоры с белорусскими производителями, также смотрят в сторону китайских производителей, где сейчас они хорошую технику предлагают, также по нормальным ценам. По этой части есть также субсидирование по технике, да, то есть в программе развития сельского хозяйства из субсидий примерно выделено было 25 миллионов рублей. И с участием этих денег уже в 2022 году предприятиями закуплено 42 единицы техники на общую сумму 74 миллиона рублей, в том числе 25 за счет дотации. Также вот на буквально сегодняшней сессии внесены изменения в областной закон об изменении закона в бюджете, да, то есть на 2022 год внесены изменения о дофинансировании. То есть еще 15 миллионов рублей получат аграрии дополнительно на закупку техники. И что это тоже неплохо, да, в свете того, что все подорожало, и это, в общем-то, улучшит их материально-техническую базу с точки зрения закупки техники и оборудования. Лариса Петровна, для сельского хозяйства всегда была важна государственная поддержка. Какие основные направления этой поддержки были характерны для аграриев нашего региона? Ну, государственная поддержка вообще существует во всех странах сельского хозяйства, в том числе и в нашей стране, и в нашей области. И это очень хорошо, особенно сейчас. Значит, поддержка состоит из таких трех основных моментов, которые вот я бы хотела выделить. Это льготное кредитование, это налоговые льготы, а также субсидии. Что касается льготного кредитования, на сегодняшний день для аграриев предусмотрены по линии Росельхозбанка и Сбербанка, с их участием, ставки согласованные, до 5%. То есть аграрии могут получать и на сегодняшний день с 21 и вот половины 22 года получено уже 9 инвестиционных кредитов на сумму примерно 630 миллионов рублей. Эти деньги они используют на покупку, на строительство ферм животноводческих, на покупку большого оборудования для оснащения этих ферм. И также заключено примерно 50 уже коротких договоров с банками кредитных. Тоже также на получение примерно 700 миллионов рублей в общей сложности объем кредитования составляет миллиард 300, то есть по линии банков. Краткосночные кредиты они уже тратят на семена, на мелкое оборудование, на технику, на удобрения, химизацию, то есть на такие короткие. Что позволяет, собственно, помогает, да, помогает финансированию, помогает продвижению и развитию. Также налоговые льготы, они заключаются в том, что введена нулевая процентная ставка по налогу на имущество и примерно 45 миллионов рублей в год это те средства, которые аграрии экономят по освобождению от этого налога. Ну и самая большая поддержка, это, конечно, субсидии, которые идут в рамках государственной программы развития сельского хозяйства. Объем субсидирования в 2021 году был миллиард 150 миллионов рублей, на 2022 год заложенного бюджета меньше, порядка 840 миллионов рублей. С учетом того, что в конце 2021, во второй половине 2021 года и в 2022 году в связи с санкциями у нас очень сильно подорожали корма, примерно на 60%, это в конце 2021 года. И с учетом подорожания техники запчастей, общий объем средств, которые аграрии сверх недосчитались, то есть которым надо потратить на удорожавшие виды кормов и техники, составляет примерно 640 миллионов рублей. То есть это те деньги, на которые аграрии не рассчитывали тратить. И то есть это как бы такая дыра, которая образовалась в статье расхода, и их, собственно, надо чем-то покрыть. Поэтому меры государственной поддержки, они сейчас очень важны и актуальны, и то, что нужно их увеличивать, это вот очень-очень сильно актуально на сегодняшний день. Поэтому понятно, что 840 миллионов это даже меньше, чем в 2021 году, и было очень важным моментом в работе нашего комитета, в работе Минсельхоза, попытаться в столь непростое время увеличить количество субсидий для аграрии. Что мы делаем на майской сессии, на бюджетных проектировках, сейчас на сегодняшней сессии мы выделили сейчас 100 миллионов рублей, про которые я раньше сказала, да, то есть буквально сегодня об этом было решение, вот, до финансирования, которые пойдут 85 миллионов на дотации на молоко и 15 это на технику. Также мы планируем, что будет еще в сентябре, мы будем работать в четвертом квартале, чтобы наши аграрии все-таки получили вот на уборочную, да, чтобы собрать урожай больше средств и могли спокойно, так скажем, обеспечить нашу продовольственную безопасность области, и в том числе быть с деньгами и быть, не уронить свои показатели. Согласен. Чем еще необходимо поддержать селян Архангельской области для нормализации их работы? Ну, во-первых, это нужно, чтобы меры государственной поддержки реализовывались в том же объеме и не снижались, а наоборот увеличивались, то, что уже есть. А также нужно расширять, и мы в этом направлении работаем, расширять новые виды поддержки, вводить. Например, сейчас Министерство ПК прорабатывает расширение мер поддержки, которые бы распространялись на технику, новые виды поддержки, которые раньше не были охвачены. Это приобретение оснащения для животноводческих ферм, например, в частности, молоковозы, которые раньше не участвовали. Также приобретение техники для картофелеуборки и оборудования для картофеледелия, которые тоже не входили. Потому что картофелеводство у нас развивается, и мы на это делали ставку, кто занимается этим. Поэтому важно, чтобы именно это оборудование также попало под субсидирование. Причем мы хотим увеличить с 40 до 60 процентов, то есть возмещение затрат на покупку, чтобы было на 60 процентов потраченных средств возвращались аграриям. Также будут введены новые, уже в 2023 году будут введены новые субсидии на возмещение части затрат на покупку картофеля, первая-вторая репродукция, чтобы могли хозяйство, которое выращивает товарный картофель, получать возмещение за покупку семенного картофеля. Первая-вторая репродукция. Также будут введены дополнительные субсидии на закупку оборудования для производства и выращивания кормовых культур. Поэтому это важно, в том числе для малых форм хозяйствования, которые у нас их 79 единиц. Они также этим пользуются, поэтому в том числе будем развивать меры поддержки именно для этих малых форм хозяйствования. Также есть у нас создан центр компетенций. Вот мы были с выездным заседанием, были представители. Очень хорошо работает эта структура, которая оказывает консультативную и правовую помощь в подготовке всех документов, необходимых, связанных с оформлением документов для получения мер поддержки. Поэтому все могут обращаться к ним. Я надеюсь, что нас услышат и будут непременно обращаться. Лариса Петровна, финальный вопрос. Может ли сегодня аграрный сектор нашего региона обеспечить жителей области основными сельскохозяйственными продуктами? Да, хороший вопрос. Мое мнение, что да, вполне может. На сегодняшний день у нас на 21 год, на конец 21 года информация о том, что у нас обеспечение собственным картофелем Архангельской области примерно на 76%. То есть практически область ест свою картошку. С учетом того, что сейчас больше посевных под картофель ожидается урожай, то есть я думаю, что этот показатель можно довести до 85%. Обеспечение молоком и продуктами молочной промышленности у нас примерно 60%. Меньше получается оснащение овощами открытого грунта примерно на 30%, что тоже можно увеличить. И сейчас уже 62 гектара засажено, то есть я думаю, что это тоже показатель увеличится. И еще примечательно то, что молоко у нас натуральное, то есть не все регионы могут этим похвастаться, поэтому это надо развивать. Картофель у нас самый лучший, как посевной материал, как вкусовые качества по крахмалу, по сахарам. Наш картофель, он вообще признан одним из самых-самых хороших и устойчивых. Поэтому это надо развивать, и все меры поддержки, которые сейчас разрабатываются направлено, они как раз должны быть направлены на то, чтобы поддержать аграрию в части производства товарного молока, в части производства картофеля, овощей открытого грунта. Это как раз те моменты, на которые направлена основная поддержка, которую мы будем пытаться увеличивать для аграриев, чтобы они могли, еще раз повторю, обеспечить продовольственную безопасность Архангельской области в столь непростое время, могли развиваться и могли радовать нас своими достижениями. Лариса Петровна, спасибо вам большое за интервью. И с верой в лучшее будущее. Прощаемся с вами. Спасибо большое. Будем надеяться, что все будет хорошо у нас. Далее предлагаю поговорить о таком явлении, как соцконтракт. Благодаря ему открываются и автосервисы, и кондитерские, и швейные мастерские, направлений масса. При этом получить социальный контракт может совершенно любой житель области, который имеет доход ниже прожиточного минимума. Как развивается история трудоустройства, узнаем прямо сейчас. А тут у нас приготовилась безе. Чтобы и безе, и другие остромодные кондитерские творения дошли до потенциальных клиентов, Татьяна однажды задумалась о социальном контракте. Не было бы счастья, до потери работы помогла. Суть контракта – государство дает деньги, человек начинает свое дело. Главный критерий – быть нуждающимся. С работниками соцзащиты мы подготовили пакет документов, но что у меня ушло около двух месяцев. И в течение двух недель, после того, как подготовили документы, деньги поступили мне на счет, и я начала приобретать оборудование. Здесь есть важный нюанс – бизнес, который человек открыл на выделенные государством деньги, должен просуществовать минимум год. Заявителям на оборудование могут выплатить до 250 тысяч рублей. Хотя еще несколько лет назад суммы были в разы ниже. Это привело к резкому росту востребованности социального контракта. И было заключено в течение 2021 года уже более 4 тысяч контрактов. И расходы на эти цели превысили 232 миллиона рублей. Необходимо сразу оговориться, что такая возможность появилась, прежде всего в связи с тем, что соответствующие решения были приняты на федеральном уровне. Интересно, что 4075 соцконтрактов, заключенных в прошлом году, это в 28 раз больше, чем в 2020 году. Среди направлений – как поиск подходящей работы, так и открытие бизнеса и создание подсобного хозяйства. У 68% граждан увеличились доходы после окончания срока действия социального контракта. Это очень важно, потому что тут практически две трети. Это очень высокий показатель, если говорить о показателе среднем по стране. Не сбавляются и обороты в этом году. За пять месяцев заключено больше тысячи социальных контрактов. Если мы вам о чем-то не рассказали, значит, это событие еще не случилось. Я, Алексей Приминин, и мои коллеги благодарим вас за внимание. Не бойтесь брать новые высоты и смотрите нашу передачу. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok